всем громадный приветик соскучилась за вами хотела сегодня с вами встретиться и и поговорить как оставаться молодой и вы вывела всего три условия но там их может быть и больше вот три условия как оставаться молодой и разговор не про возраст можно и в 35 быть старой а можно и в 70 быть молодой поэтому не про возраст а про состояние про общее состояние оставаться молодой сон сон очень важный очень важный подарок для тебя хороший сон полноценный уснуть полноценно уснуть ничего не переваривая ничего не обдумывая хороший сон а если еще и ровно спишь на спине когда все везде циркулирует ровно и одинаково никак не так как что ты скрученный и потом встаешь что у тебя на газа лежала то у тебя шея что-то неудобно потому что долго спал то рука если руку поднимаешь плечо начинает здесь болеть и и так далее вот сон и конечно если еще ровно лежать спать то это великолепное условие для того чтобы оставаться молодым и внешне и конечно по своему состоянию от сна зависит весь твой следующий день если ты плохо поспал если ты не выспался если ты мало спал сейчас включу тут свет чтобы так лучше что на улице совсем темно может быть плохо плохо освещение то есть сон это просто от него все зависит весь день дальше идет ото сна поэтому хороший сон это подарок это подарок полноценно выспаться и следующий день очень будет отражаться на том как ты уснул поэтому подготовить себя ко сну и у меня вы знаете уже есть видео вот как себя подготовить ко сну казалось бы ну что сон иди и спи подготовить себя ко сну не просто себя бросить в кровати положить там свои свое тело бросить в кровать от немножко перед сном отдохнуть я уже не говорю конечно какую-то гигиену всем сделать об этом даже разговоры не не идет но отдохнуть себе перед сном это же у меня про это есть видео сон это вот одно я считаю прям ну ни одно из важных но очень важное условие следующие для того чтобы оставаться молодым питание питание вот представляете ты переел и все вся работа организма для того чтобы перерабатывать эту еду тяжелую которую ты переел когда переел спать тебя тянет а время 2 часа дня ты становишься ленивый часто грустно часто густо думаешь но зачем я переел но зачем вот это я лишь не надо бы не надо было мне это кушать и ты от от неправильного от неправильного питания кто-то очень много есть углеводов а это сахар а потом думает ну надо же я так себя неважно чувствую я прям вот прям у меня так в сон тянет потому что углеводная пища перерабатывается в сахар и вас моментально организм нужно это все перри организму перерабатывать поэтому вас тянет сон вы становитесь вял и становитесь уставший вот так нужно определить хорошо этот баланс с питанием не передать или или есть настолько гармонично сочетание продуктов конечно если у кого есть такая возможность кто сам не может справиться во первых очень много в интернете всякой информации как под гармоничное питание как правильно питаться и если нет то обратиться просто к специалисту и в конце концов вот восстановить свое вот правильное питание сделать себе это как это вот правильно питаться ну у меня тоже есть на эту тему какие-то видео и много в интернете всяких видео поэтому тоже останавливаться на этой теме долго не будем питание ну конечно питание это вот это вот знаете сон и питание это вот прям вот стержень наш на котором вся вот вся система от от этого все уже идет этот от этого идет твое настроение от этого идут твои мысли от этого идет твоя подвижность от этого ведет твоя активность но просто вот стержень на котором держится человек это сон и питание это первое на чем держится ну и конечно 3 для того чтобы оставаться молодым мысли о что в голове иногда творится как свою жизнь видят кто-то видит себя но несчастным ну да случилось нищего да и а у всех никто не проживает чтобы не было каких-то неприятностей у всех бывает но это не говорит о том что я несчастный и моя жизнь вся несчастны мысли мысли в мысли в голове могут сделать все могут сделать тебя счастливой могут сделать тебя молодой могут сделать тебя красивой могут сделать тебя успешной могут сделать тебя королевой а и точно так же мысли могут тебя превратить в ничто мысли так следить за тем о чем вы думаете и только позитив только позитив все что на пути встретилась если нам это не нравится если мы не принимаем это это все вокруг наши учителя никто не друг никто не враг но каждый человек нам учитель люди которые нам встречаются обстоятельства которые нам встречаются по жизни это наши учителя и воспринимать это не как вот он меня обидел как обидчика или вот у меня там с работой как твое и счастье это все учителя это все учителя мы по этим учителям учимся они для чего-то нам посланы чтобы учиться учиться и учиться постоянно на ошибках на каких-то примерах на каких-то встречах на каких-то отношениях просто учиться на этом все поэтому конечно мысли это такой источник твоей молодости позитивные мысли даже любую ситуацию а в юмор превратить а в юмор превратить это такое спасение когда ты все превращаешь в юмор ну вот таких вот три конечно их очень много ну вот оставаться молодой и позитивной сон питание мое упражнение волшебное не могу не вставить его ну и конечно мысли позитивные мысли всех вас обнимаю и до следующих встреч позитивных всем пока